За порядок и красоту территории подшефной Траншинстрою в управлении отвечает Любовь Александровна Мартынова. Она и привезла съемочную группу в детский сад «Матрешка» полюбоваться ажурной красотой металлического забора. Много вариантов было. И вот выбрали вариант, который самый красивый, но самый трудоемкий. И уже от этих вариантов мы не можем отказаться. Вот эти ограждения, они более мощные и в то же время ажурные. А идея была Николай Григорьевич, начальник, все время нас направляет, чтобы делали работу не только быстро, но и красиво, качественно, добротно. В этом году еще в двух детских садах старые скучные ограждения будут заменены на новые, яркие, как радуга. Такая реконструкция стоит недешево. Проводится по инициативе строителей и за их счет. О благотворительности в СЭО говорить не принято. Одинцов – наш общий дом. От его внешнего облика зависит комфортность психологического климата всего города. В летний период времени мы занимаемся в основном благоустройством города, благоустройством микрорайонов, благоустройством придомовой территории и подготовкой жилого фонда к зимней эксплуатации. Потому что без подготовки жилого фонда к зимней эксплуатации нам трудно справиться с суровыми будет зимами. В настоящее время проблемы по подготовке жилого фонда нет. Идет все в плановом порядке. Значит, процент выполнения достаточно большой. И я думаю, что к первому сентябрю жилые дома будут все подготовлены к зимней эксплуатации. Жители пятого микрорайона не могли не заметить новых асфальтированных тротуаров, отмостков у зданий, предохраняющих подвалы домов от затопления ливнями. И еще улицы здесь стали шире и просторнее. Снесли ракушки, чтобы решить одну назревшую проблему. Проблема основная – это отсутствие парковочных мест. В прошлом году по Красногорскому шоссе были вывезены ракушки 120 штук. И на местах этих ракушек были организованы парковочные места. Где-то 300 парковочных мест было построено. Расширили дороги, сделали стоянки, перенесли столбы уличного освещения. В настоящее время работы по благоустройству и организации парковочных мест проводятся в пятом микрорайоне. В этом году уже вывезли 370 гаражей ракушек. Освободили места для организации этих парковочных мест. У жилых домов 143-145 уже завершены почти работы по благоустройству и организации парковочных мест. В настоящее время переходим работать к домам 153, 155 и 157. Там слишком узкие дороги, служебный транспорт не проходит, когда припарковываются машины. Или машина паркуется на тротуарах, что недопустимо. После 153-157 дома переходим к улице Крылова. Крылова 4 будут расширяться дороги и со стороны подъездов, и со стороны подземных гаражей. Там тоже где-то планируется организовать 150 парковочных мест. После Крылова 4 переходим на Крылова 2. В результате, я думаю, что мы к сентябрю и в сентябре завершим работы по благоустройству пятого микрорайона. Машины будут стоять на стоянках, а не на газонах, и не на тротуарах. Гаражей ракушек к ноябрю месяца в пятом микрорайоне не будет. Так мы планируем и думаем, что с этой задачей справимся. Для кардинального решения проблемы парковки машин, читает инженер Мартынова, надо создавать места за пределами города. Иначе при стесненной застройке Одинцова может превратиться в одну большую стоянку. 35 лет жизни Любовь Александровна отдала Трансинжстрою. Это наша работа, и мы ее стараемся делать честно и добросовестно. Галина Поликарпова, Артем Леднев, телекомпания Одинцова.